Всем привет, дорогие друзья! Локомотив в минувший четверг провел два товарищеских матча. Один против Торпеда, выиграли 2-0, и один против армянского Урарту, выиграли 2-1. И этими матчами завершился второй сбор Локомотива. Сами матчи были не самыми интересными, но, прямо скажем, довольно скучными и малособытийными. Хотя Локомотив побеждал и забили 4 гола, но все равно смотреть их было довольно скучновато. Однако в этих матчах повторялись тенденции, которые мы наблюдали на всем втором сборе. Именно об этом я с вами и хочу сейчас поговорить. Но прежде чем приступим к этому обсуждению, я напомню, что лучший способ поддержать канал и похвалить видео, если оно вам понравилось, это поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще этого не сделали, ну и написать комментарий. Я все читаю, в любом случае, если есть какие-то вопросы, то стараюсь на них отвечать. Поэтому давайте общаться в комментариях. Локомотив провел уже много товарищеских матчей, и в этих товарищеских матчах было четкое деление на основной состав и на дублирующий состав. Туда отправлялись люди, которые мало играли в первой части сезона, ну и все молодые, коих на этом сборе довольно много. То же самое, собственно, произошло и в четверг. В четверг мы впервые за два сбора сыграли два товарищеских матча в один день. Так что всем нашим футболистам, которые находятся на сборе, все, кто входит в обойму Галактионова, было дано много игрового времени. Многие футболисты впервые за эти два сбора провели по 90 минут, ну или больше 75 минут времени. До этого Локомотив на первом сборе стабильно менял всех игроков после 45 минуты, да, между таймами. На втором сборе, ну, иногда давали 60 минут, иногда там 75 минут. Некоторые, конечно, проводили по 90 минут, там типа Баринова или Нинахова. Но в основном старались большую часть игроков менять, ну, так что давать им, ну, по 60 минут, по часу игрового времени. Здесь, наконец-то, вот к последнему матчу второго сбора, Локомотив, большая часть футболистов Локомотива проводили по 90 минут. И это очень сильно сказалось на обоих матчах. Основной состав вышел против Торпеда. И фактически решил судьбу игры, да, вот именно результат игры был предрешен уже к 12 минуте. К 12 минуте Локомотив мог, он забил 2 гола, а мог забить, ну, штук 5 голов. Торпеда вообще практически не сопротивлялась. Локомотив начал играть на своих максимальных скоростях. И, ну, быстро футболисты поняли, что эти скорости, они вообще не нужны в этом матче. Потому что, если они продолжат вот так вот бегать и сверхмотивированы играть, то, ну, этот матч там к перерыву будет уже двукратный счет у Локомотива. Не знаю, что случилось с Торпеда. Они до этого играли со Спартаком в ЦСКА. И было, в принципе, довольно, ну, были боевые матчи. Они оба проиграли, но проиграли со счетом 3-2. Но в этот день они проводили две игры. Проиграли 2-0 Локомотиву и 4-0 пари НН. Очень странная вообще идея у Торпеда. Они играли каждый матч двумя составами. Очень много замен было. Там штук 23, по-моему, футболиста Торпеда задействовала в нашей игре. Вот. Ну и те же самые 20 с лишним футболистов играли и против пари НН. Сил не хватило. И, собственно, 0-6 отлетели в двух матчах. Но для нас это не так сильно важно. Для нас важно то, что Локомотив, который первые 15 минут носился как ужаленный и выходил из-под прессинга. Ну, такого очень слабенького прессинга. Но, тем не менее, моментально оказывались за спинами игроков Торпеда и входили в штрафную. По большому счету не сильно беспокоили Ботнаря. Хотя пару сейвов он сделал. Ботнарь, это воспитанник Локомотива, играет сейчас в Торпеда. И именно он стоял в первом тайме. Но как только поняли то, что... Ну, а чё нам стараться? А чё нам бегать? Мы и так два мяча забили. Куда больше и зачем больше? То как-то и скоростью понизились. Там уже и Торпеда начала осваиваться на поле, огрызаться. Ну, и, в общем, именно поэтому матч стал таким неинтересным, каким он стал. Потому что Торпеда не могло. Оно ничего в итоге по-настоящему опасного ворот Худякова не создало. Был один удар от Лебеденко, но мяч летел столько времени, что если бы Худяков этот мяч каким-то образом пропустил, ну, это было бы вообще несерьезно. Худяков отбил, естественно. И, ну, вот это вот был самый опасный момент Торпеда за оба тайма. Локомотив же периодически к чужим воротам подходил. Но если в первые, опять же, 15 минут это было очень акцентированно, это очень было нацелено, это очень было по спортивному зло, да, они там выгрызали, выдирали эти мячи, старались прессинговать и забирали подборы на линии штрафной, то потом, ну, вот было ощущение расслабленности и того, что вот этот вот основной состав Локомотива просто ждет окончания этого товарищеского матча, после которого у них будет несколько дней выходных, можно будет отдохнуть и уже на третьем сборе начать готовиться к матчу с Динамо. Что еще раз подтвердилось в матче с Торпедой, то, что было в предыдущих матчах второго сбора, это то, что Локомотив стал очень уверенно чувствовать себя с мячом на своей половине поля. Если вспомните летнюю и осеннюю часть, ну, особенно летнюю, в осенней уже как-то стало полегче с этим, но вот в летней части Локомотив совершенно ужасным образом распоряжался мячом на своей половине поля, как только ощущал хоть какой-то прессинг, как только, не знаю, там факел на нас наседал, как только факел большим количеством людей пытался отнимать у нас мяч, все у защитников, у полузащитников просто какая-то паника в голове случалась, они начинали бить вперед мячи, чтобы Дзюба их собирал, но били куда-то по аутам, отдавали неточные передачи и, ну, сами совершенно своими ногами отдавали мяч сопернику, после чего у соперника начиналась новая их атака. И факел, наверное, это вот самый яркий пример, потому что, ну, команда особо ничего из себя не представляла на тот момент, это еще даже был не Ташуевский факел, но как они заперли нас примерно на час игрового времени, это было, ну, неприятно смотреть. Сейчас же Локомотив абсолютно свободно и спокойно себя чувствовал, внутри своей штрафной катали мяч, отдавали его между игроками, которые прессинговали, катали мяч по вратарской, ну, в общем, то, на что никогда в жизни бы не согласились летом и осенью, сейчас для них это спокойное дело, и это помогает выходить как раз вот из обороны в атаку, потому что на тебя наседает много народу, ты спокойно этот прессинг разбиваешь, ты прокатил мяч между двумя игроками, в коридорчик там уже Антон Миранчук подхватывает его, перед ним все поле, по флангам начинают бежать там Сулейманов и Глушенков, и пошла-пошла быстро атака, Тикнезиан еще, естественно, подключается, ну вот, и у тебя уже атака там 4 в 3, которые завершаются каким-нибудь опасным ударом или входом в штрафную. И, конечно, огромное подспорье для того, чтобы это все получалось, висит на плечах двух человек, это Марио Митой и это Артем Карпукас. Мне кажется, что Артем Карпукас начал учиться у Марио Митой тем вещам, которые раньше были ему немножко несвойственны. Да, мы прекрасно знаем Карпукаса как отбиральщика мячей, как человека, который дисциплинированно закрывает все зоны, который не дает сопернику дойти до нашей штрафной. Очень классно, ну, позиционная игра у него налажена, и он собирает эти бесхозные мячи и тут же отправляет их в атаку. Но то, что стало проявляться на втором сборе, это то, как Артем Карпукас, получив мяч, вдруг неожиданно на рывке ныряет между двух игроков соперника и оказывается уже около штрафной площади или внутри самой штрафной площади. И вот мне кажется, что Артем Карпукас научился этим вещам, по сути, вот у своего партнера Марио Митой, который этими вот самыми рывками пользуется постоянно. Он вроде медленный-медленный, но потом резко прокидывает мяч, резко ныряет мимо игрока соперника, и уже оказывается за его спиной на просторе, где может отдать простую передачу. Вот мне очень нравится то, что Артем к своей вот этой вот дисциплинированности и к своему чутью, к своему пониманию игры, тому, как он постоянно перехватывает мячи, добавляет теперь то, что он может тащить эти мячи вперед. Мне это очень нравится. Я думаю, что это будет огромная польза в весенней части. Эпизодически, конечно, это все проявлялось и в прошлом году. Да, вот он пытался там внутрь штрафной заползти, он и подключался по левому флангу, но сейчас продолжает периодически подключаться по левому флангу. Но вот этот прием, когда он между двух игроков ныряет вместе с мячом на рывке, вроде вот такой тягучий-тягучий, вроде смотрит, куда передачу отдать, а потом резко между двух. Вот это вот стало, ну, каким-то новым веянием в игре Артема Карпукаса, и мне это очень нравится. Второй матч за Локомотив провел Жорзино Ньямси и подтвердил еще одну мою мысль, которую я озвучивал, это то, что Жорзино очень общительный парень. В прошлом матче он общался с Сильяновым, потом нам выкатили ролик, где Жорзино, во-первых, представляется Жорой, да, он говорит, я Жора, но он общается вообще примерно со всей командой, причем сам подходит, что-то у них спрашивает, что-то с ними обсуждает, да, там были кадры, где он с Митровым что-то обсуждает, были кадры, где он там к Барри подходит, кулачок отбивает, где вспоминает, как зовут всех игроков, которые в ледяной ванне отходят после тренировки, забыл, как Лукиных зовут, но там Пукса, например, назвал уверенно. Мне нравится, что он такой общительный, что он разговаривает со всеми в команде, защитник вообще должен быть разговорчивый, он должен руководить игрой, должен постоянно быть в контакте с фратарем, с своим напарником по обороне, и это, конечно, поможет ему и в адаптации к России, к российскому чемпионату, к команде. В матче с Торпедо по большому счету нечего отметить, был, наверное, один эпизод, в котором Ньямси прям серьезно поучаствовал, в котором игроки Торпедо просили пенальти, определенные подозрения на то, что нарушение какое-то было действительно есть, но на повторах четко понять, что там произошло невозможно, поэтому, ну, оставим все на откуп суде, который Фола в этом эпизоде не заметил. В остальном же Торпедо не атаковало, Ньямси блокировал удары, очень такие хаотичные, неподготовленные от игроков Торпедо, и старался начинать атаки, иногда выходило, иногда не выходило, но, ну, такой, в общем, такой средний-средний матч, потому что соперник даже и не позволил защитнику быть на каких-то первых ролях. Но, конечно, надо отметить, безусловно, надо отметить то, что основную роль в защитных действиях играл партнер Ньямси, в данном случае, это был Евгений Морозов, он занял позицию левого центрального защитника, и именно он был таким вот активным оборонительным игроком, он постоянно выдвигался вперед, он постоянно встречал атаки, постоянно шел в отборы, играл наверху, а Ньямси это был уже вот такой вот последний рубеж обороны, об которого атаки Торпедо спотыкались, если уж Морозов там каким-то образом был отыгран. Именно поэтому я считаю то, что лучшим партнером для Жорзина Ньямси будет Лукас Фасон, потому что это именно его игра. Фасон у нас не последний рубеж, но он любит играть по всему полю, он любит страховать, он любит выдвигаться на соперников, ну, а Ньямси уже будет сторожить последние рубежи, если вдруг нужно будет где-то там спину поставить или еще что-то. Смотрим, присматриваемся, но пока ни Кайрат, ни Торпедо больших проблем Локомотиву доставить не смогли. Кстати, раз уж я сказал про Фасона, на выходных у него будет последний матч за сборную Бразилии Ю-23, за Олимпийскую в предолимпийском турнире, и это будет самый важный вообще матч сборной Бразилии, потому что они играют, во-первых, со сборной Аргентины, это всегда супер эмоции, супер накал страстей, а во-вторых, это по сути матч за выход на Олимпиаду. Бразилия подходит к этому матчу в лучшем состоянии, они обыграли Венесуэлу и набрали 3 очка, у Аргентины после двух матчей 2 очка, соответственно, если Бразилия побеждает, она гарантирует себе попадание на Олимпиаду. Если играет в ничью, то с большой долей вероятности, там будут считаться дополнительные параметры, но вроде как по ним у Бразилии тоже все плюс-минус нормально, соответственно, ничья, в принципе, Бразилию тоже устроит. Фасон пропустил первые 2 матча на этом предолимпийском турнире, а матчей там довольно много, но после этого занял место в центре обороны и никому его уже не отдает. Бразилия играет плохо, на самом деле, я смотрю все матчи вот этой сборной Бразилии, ее 23, и Бразилия играет, ну, откровенно говоря, плохо. И сказать, что Фасон там как-то в этой сборной Бразилии выделяется, я, ну, тоже не могу. Да, он просто достойный сын своей нации, играет примерно, как и вся остальная команда. Иногда непонятно, чем занимается оборона Бразилии, иногда непонятно, чем занимается атака сборной Бразилии. Ну, в общем, тяжелый будет у них матч против сборной Аргентины, но практически наверняка Фасон будет в старте, и если кому интересно, то гуглите трансляцию, посмотрите, я думаю, что матч будет не безинтересный. Ну, а после этого Фасон уже вернется в локомотив, и я думаю, что третий сбор, наверное, пройдет уже целиком, и будет сыгрываться с Ньямси в качестве основного игрока обороны локомотива. Еще одна мысль, которая меня занимает относительно локомотива, и отчетливо она проявилась вот именно на втором сборе, это то, что локомотиву не хватает нападающим. Мысль не нова, да, мы эту мысль проговаривали очень часто, но в какой-то момент появился Тимур Сулейманов, и показалось то, что Тимур вполне может заменить Дзюбу, у которого может быть плохая игра, плохая физическая форма, плохое настроение, а может быть травма, как сейчас, когда он пропускает весь второй сбор. И, по сути, тогда Тимур Сулейманов становится основным нападающим. И вот эта история мне, честно говоря, не очень нравится. Да, Тимур забил Кайрату, Тимур забил Торпеда, и, ну, как бы, а что еще должен делать нападающий, забивает, и хорошо. Но, честно говоря, мне не очень нравится качество игры Тимура Сулейманова, при том, что, ну, вы все знаете, я прекрасно к Тимуру отношусь, я очень хотел Тимура в Локомотив, я ругал наше руководство за то, что так долго они покупали Тимура Сулейманова, и покупили его фактически только в сентябре месяце. Но вот я смотрю на Локомотив с Сулеймановым на острие, и мне не очень нравится, как выглядит команда и какие решения принимает Тимур в большинстве ситуаций. Да, если ты его выведешь один на один, он, скорее всего, забьет. Если дашь ему там пробить поворотом в каком-нибудь акробатическом прыжке, он, скорее всего, забьет. Но иногда, даже не иногда, а большую часть времени, ты даешь ему передачу, и он не очень понимает, что с этим мечом делать. Он бьет в ближайшего защитника, понятно совершенно, что удар будет заблокирован. Он отдает передачи не туда, где открываются партнеры, или у него не получаются прострельные передачи, если он с флангов штрафной. В общем, Тимур прекраснейший второй нападающий, то есть человек, который иногда подменят, если вдруг что-то случится, один-два матча выйдет в стартовом составе, отлично выйдет на замену, когда нужно добавить активности и задавить прессингом соперника в последний, там, третий матч. Но вот как основной нападающий, человек, который проведет там 10 матчей подряд в стартовом составе, ну, честно говоря, мне кажется, то, что Сулейманов, ну, не совсем подходит команде, которая борется за медали. По крайней мере, пока. Может быть, Сулик научится, может быть, Сулик вырастет в большого мастера, но вот конкретно на весну, если вдруг с Дзюбой что-то случится, или он там не восстановится от своей травмы, говорят, что Дзюба в Баковке подготовку во время второго сбора проходил, в то время, как вся команда в Эмиратах готовилась, то есть он по индивидуальной программе какой-то занимался, то есть мы не знаем, в каком состоянии Дзюба. И вот это меня немножко пугает. Вся остальная команда мне очень нравится. Мне очень нравится, как играет оборона, мне очень нравится, как играет полузащита. Я просто в восторге от того, как играет полузащита. Но вот действие наконечника, действие нападающего на данный момент как будто бы слабое звено этой команды. Если кто-то думал, болельщики или руководство или там спортивный департамент или тренер Галактионов, что эту проблему можно решить приобретением Саида Хамулича, человека, который пришел к нам в аренду из Тулуза и предыдущие полгода провел в Витесе, то матч с Урарту пока еще не до конца, но частично подтверждает мою мысль о том, что Хамулич ну так себе центральный нападающий. Мне хочется посмотреть на Хамулича на позиции левого полузащитника. Он несколько интересных уже в обоих матчах, в которых он принимал участие, он несколько интересных решений на позиции левого полузащитника принимал. Да, вот эти вот рывочки его по флангу на скорости, на ускорениях, они мне понравились и мне кажется, что в этом потенциал у Хамулича есть. Но вот то, как он сыграл на позиции центрального нападающего против Урарту, это вот как раз история из худших времен прошлого года, когда мы в зимнее межсезонье пытались наигрывать там Камано, пытались там наигрывать Ивана Игнатьева и в итоге мы весь матч атакуем, а наш центральный нападающий мяча не касается вообще. Когда у нас есть Дзюба, он один из самых частых адресатов, он часто встречается с мячом. Когда у нас есть Тимур Сулейманов, он сам эти мячи находит, он сам эти единоборства находит, мячи выгрызает и таким образом помогает команде. А вот когда у нас Хамулич на позиции центрального нападающего, он где-то бегает, он ждет передачу, он открывается на эти передачи, он делает постоянно эти рывочки, но борьбу проигрывает и в итоге касание мяча у него становится очень-очень мало. Здесь я вообще не беру в расчет тот эпизод, который случился у него, по-моему, во втором тайме, когда он выходил один на один и обвел вратаря, а потом отдал дурацкую передачу на Пеняева. Такое случается, на это вообще не стоит обращать внимание. Если у него будет то Хамулич будет забивать. Важнее то, что он пропадает с поля и, ну, совершенно не вовлечен в игру, он постоянно ждет мяча, он постоянно пытается где-то на свободное пространство открыться, а этого самого свободного пространства, когда команда против тебя более-менее сильная, у него не возникает. Это пространство практически всегда есть на флангах, но когда ты центральный нападающий, тебя охраняет один опорник и два центральных защитника. И здесь тебе уже, ну, вот, нужно какие-то другие качества применять, которых, как мне кажется, у Хамулича, ну, не хватает. Опять же, здесь и сейчас. Может быть, он раскроется, может быть, адаптируется, может быть, ему какие-то сложности есть, но вот здесь и сейчас пока вот мне совершенно не понравилось, как он сыграл центрального нападающего против Урарту. И, опять же, на контрасте вместо него центральным нападающим вышел Дмитрий Радиковский, игрок 2005 года рождения. Не то, чтобы, да, какой-то там супер Голиадор и однозначно крутейший футболист. Я думаю, что мы Радиковского-то не увидим в сезоне. Но он понимает, что должен делать центральный нападающий, вот эта вот классическая девятка. И, соответственно, на его счету в матче с Урарту голевая передача. Хотя сыграл он всего ничего. А вот на счету Хамулича только пара ударов заблокированных. Вот этот вот самый выход один на один. Ну и пару раз он где-то там в центральном круге на своей половине поля принял выносы от своих защитников и скинул своим, что тоже неплохо, но все-таки маловато. Вообще второй матч получился достаточно сумбурным. Был второй состав. Очень много молодежи, очень много игроков, которые не принимали участие в большом количестве матчей первой половины сезона. Да, там Владислав Сорвелли, Сельянов, Самошников. И надо сказать, что Урарту команда очень хорошая, очень обученная и многие попытки наши на чужой половине поля, вот передача внутрь штрафной, обрывались в последний момент благодаря самоотверженной игре защитников, которые в подкате мячи выбивали и не давали нашим игрокам забивать или там простреливать, делать передачи. В общем, у нас было много хороших атак, было много подходов к штрафной и были передачи в эту самую штрафную, но вот каждый раз вот не хватало вот маленького-маленького шажочка для того, чтобы уже там выйти на ударную позицию и заставить вратаря Урарту нервничать. Довольно забавно то, что вот я говорил про Хамулича, но лучше, чем Хамулич, себя как центральный нападающий большого типа проявил Егор Погоснов. Наконец-то Егор вернулся, наконец-то он встал в пару центральных защитников, но и он классно, кстати, проводит и первый сбор, и вот наконец-то вернулся во втором сборе, классно проводит товарищеские матчи, но отмечаем мы его даже не за игру в обороне, хотя она тоже была неплохой. Какие-то попытки у Урарту к нашим воротам приблизиться были и очень часто именно Погоснов эти мячи выбивал. Но запомнится всем, конечно, Погоснов тем, как он играл в атаке, потому что он зачастую просто уходил вперед, играл там, например, правого полузащитника несколько минут и нормально себя чувствовал, потом понимал, что все-таки, видимо, мяч до него не дойдет, возвращался обратно в центр обороны. Ну и он забил гол, он просто взял мяч где-то около центрального круга, понял то, что особо его не встречают, одного обошел, второго обошел, попробовал сделать передачу, не прошла, но думаю, а что не пробить поворот? Он взял, пробил, а оказывается, гол можно таким образом забить, мяч попал в ближний угол, вратарь не очень хорошо в данном эпизоде сыграл, но отмечаем, конечно, смелость Погостного пошел вперед и пробил поворотом, и было у него потом еще ну не одна, не два, не три, не четыре ситуации, где он просто оставался на позиции центрального нападающего, ждал передачи и старался каким-то образом угрожать воротом, то есть самый опасный игрок наш в втором матче это был центральный защитник Погостов и не со стандартов, стандарты понятно, но он был самым опасным просто потому, что ему нравилось ходить вперед и оставаться в чужой штрафной площади, может быть, такая была задача от тренера, но в любом случае это было интересно и забавно наблюдать, а вот зачем было не прикольно наблюдать, так это за игрой Александра Сильянова, который второй матч подряд привозит гол в свои ворота, и если в матче с Кайратом мы могли еще разделить вину 50 на 50, неудобный пас Ландратова и неудобное непонимание, как играть на вот этой позиции центрального защитника, то в матче с Урарту Сильянов все сделал в соло, во-первых, прокинул мяч мимо Тимофея Митрова, который вышел и готов был этот мяч забирать, а во-вторых, у тебя мяч под ногой, ты можешь спокойно добежать, спокойно там даже остановить его, отдать простую передачу, можно, если уж ты паникуешь, добежать до этого мяча и выбить его куда-нибудь в аут, на угловой, Сильянов предпочел сделать подкат и умудрился этим самым подкатом внести мяч в свои собственные ворота, в общем, что сделал Сильянов в этом эпизоде, зачем он это делал, честно говоря, ну, тайно покрытая мраком, и ладно бы, это был один эпизод в матче, но у Сильянова какие-то проблемы с работой с мячом были вообще всю игру, где-то там кривую передачу отдаст на ровном месте, попробует навесить, и мяч полетит просто вот слабо и никуда, и, ну, если честно, то ощущения, что Сильянов много будет играть по этой весне у меня нет, потому что Марио Митой совершенно чудеснейший Марио Митой, который забил потрясающий гол ворота торпеда, ну, это стопроцентный игрок основы, он очень много играет в этом самом первом составе, и хорошо себя показывает, как на позиции левого защитника, так и на позиции центрального полузащитника, я не думаю, что Глуптенов будет его убирать, это очень важная единица, как раз вот для стабильного выхода из обороны в атаку под прессингом, в то время, как Сильянов, ну, на данный момент, наверное, это вообще там четвертый, пятый выбор, потому что Самошников тоже очень здорово смотрится, он раз за разом классные проходы совершает, да, может быть, не очень там у него получается с дальнейшими какими-то действиями, но он тянет этот мяч до самой чужой штрафной площади, иногда и внутрь этой самой штрафной площади, к нему нету претензий по игре в обороне и, ну, сейчас есть Нинахов, есть Марио Митой, есть Самошников, есть Тикнезян и, ну, Сильянов вообще не выглядит как человек, который будет получать много игровой практики и это довольно грустно, потому что перспективы у Саши есть, но вот для этого и нужны сборы, чтобы показывать свой максимум, максимума здесь и нет. Из молодежи стоит отметить очередной хороший матч Батракова, очень интересно то, что когда играет состав с Батраковым, то это схема 4-1-4-1, то есть, по сути, Батраков играет единственного опорника, который, ну, вполне себе справляется своими обязанностями, да, это, наверное, не Дмитрий Баринов и не Артем Карпукас, у него другие задачи, но забирать мячи, помогать защите, и у него вполне себе нормально получается, понимает игру настолько, чтобы оказываться в тех местах, где спокойно можно, даже не вступая в какое-то силовое единоборство, этот мяч забрать. Ну, а то, как он умеет начинать атаки и руководить, собственно, диктовать темп, так называемое, ну, это любо-дорого посмотреть, и ни в одном из матчей Батраков вообще не потерялся. Если, например, у Миши Щетинина матч с Кайратом был откровенно плохой, очень много ошибок он совершил, то Леша Батраков и с Кайратом хорошо смотрелся, и с Урарту хорошо смотрелся, отыграл весь матч, и, да, не отличился никакими результативными действиями, но это и не всегда получается, вот просто раскидывать мячи направо-налево между линиями и начинать атаки, вот это у него стабильно хорошо получается, и, наверное, из всей молодежи именно Батраков себя наиболее стабильно и уверенно чувствовал в всех товарищеских матчах, не только в игре с Урарту. Я очень надеюсь, то, что какие-то игровые минуты ему весной дадут матч с Торпедо, там было три замены на 80-й минуте, и это были замены Щетинин, Раков и Батраков, то есть, наконец-то, Батраков сыграл с хорошими партнерами, то, чего я, например, ждал и писал на Бусти, как одно из моих ожиданий от этого межсезоня, и эта галочка теперь тоже зачеркнута. Ну, и в завершении этого ролика, честно говоря, не могу вам не показать гол, который забил Артем Корнеев в матче, товарищеском матче молодежек Локомотива и Спартака. Локомотив эту игру выиграл, но, конечно, самое главное событие этого матча это вот гол Артема Корнеева, подхватил мяч на своей половине, обвел четырех игроков, включая вратаря, и закатил мяч в пустые ворота, просто потрясающий гол, и Артем Корнеев, конечно, тоже одна из молодых звездочек Локомотива 2006 года рождения, на которого мы очень надеемся и очень ждем его, ну, наверное, не в ближайшее время, но через год, я думаю, что у Артема есть все шансы поехать на сборы с Локомотивом и приятно нас удивлять. На этом все, в общем, все, что хотел сказать, сказал, теперь у нас, ну, практически неделя до следующего товарищеского матча, 16 числа, по крайней мере, из тех, что уже анонсированы, так что, ну, недельку отдохнем, а вы, еще раз напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь, и давайте следить за Локомотивом вместе. Пока!